Ну что ж, будем двигаться дальше и поговорим о третьем центре пробуждения. Речь пойдет о Чарльзе Финне или Чарльзе Финне и его длительных встречах. Мы уже использовали прилагательное «длительный», «продолжительный», в том числе говоря и о деятельности Картрайта. Что означает это слово? «Продолжительный». Да, растянутый во времени. Речь идет не об одно-двухдневных собраниях, а о встречах, которые длились несколько недель. Самая лучшая книга о Финне была написана Чарльзом Хембриком Стоу. Называется она «Чарльз Финне и дух американского евангельского христианства». Если ищете, что почитают на этой неделе, а знаю, что ищете, очень рекомендую. Итак, Чарльз Финне и его продолжительные встречи. Сначала несколько слов о его становлении, а затем о новых методах. Родился Финне в 1791 году в Коннектикуте, вне церковной семьи. Его родители христианами не были. По окончанию университета работал учителем. Был человеком очень высокого роста, приятной наружности, спортивного телосложения. Через какое-то время решил учиться на юриста и впоследствии открыл юридическую контору. В 1821 году, в возрасте 30 лет, Финне пережил яркое эмоциональное обращение в христианскую веру благодаря служению Пресвятырианской церкви в городе Адамс, штата Нью-Йорк. Итак, к вере он приходит в Пресвятырианской церкви и практически сразу же становится возрожденцем, несмотря на отсутствие формального богословского образования. И служит преимущественно в Нью-Йорке, Огайо и Нью-Джерси. Финней был чрезвычайно одаренным человеком, умел эффективно доносить до людей мысли и чувства. Как юрист говорил, он ярко и убедительно. Его евангелизационные проповеди походили на выступления юриста-практика, который стремится убедить сомневающихся слушателей довериться Христу. Финней был столь одарен, что от Пресвятырия Нью-Йорка получил разрешение проповедовать. Однако одновременно была выражена и озабоченность. Дело в том, что Финней не вполне разделял вестминстерское исповедание веры. В частности, он, во-первых, не был уверен в правильности учения об избрании, во-вторых, на экзаменах высказал отрицательное отношение к помпезности служения, высокому стилю проповеди многих из его коллег. Финней мутил воду, но при этом был настолько талантливым и способным, что в конце концов разрешение проповедовать все же получил, хотя в полной мере кальвинистом не был. В последующие годы, начиная с 1824-го, в Нью-Йорке он имел потрясающий успех. Одна из первых его евангелизаций происходила в округе Анайда. Сначала в Роме, где к Богу обратились 500 человек, затем в Ютике, там было 400 новообращенных. После этого, в период с 1828 по 1832 годы, Финней проповедовал в более крупных городах, таких как Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон. В один год сообщалось, что благодаря служению Финнея к церкви присоединились 100 тысяч человек. Позже он ушел из Пресвитерианской церкви и стал священником в Конгрегационалистской церкви, а затем президентом Берлинского колледжа Вагая. Именно там, в своих лекциях и работах, он выработал свое специфическое богословие, которое получило название «Уберлинского богословия» и стало уникальным богословским языком Финнея, «Уберлинское богословие». Давайте рассмотрим так называемые «новые методы» Финнея. Его новаторство заключалось в адаптации благовестия к городской среде. В каком-то смысле он попытался взять методы, которые показали свою эффективность на границе и приспособить их к применению в крупных городах на востоке страны. Благодаря этому Финнея стали называть «отцом современного возрождения». К слову, многие из его методов позже использовались Дуайтом Муди и Билли Грэмом. Финнея считал, что пробуждение можно запланировать и осуществить с помощью ряда методов, которые он описывает в своей известной книге под названием «Лекции о возрождении религии», опубликованной в 1835 году. Это произведение. Вы должны знать «Лекции о возрождении религии. Год издания 1835». Отрывок из нее есть в нашей Христоматии на странице 124. Давайте его прочитаем. Попрошу кого-то из вас начать читать текст на странице 124 со слов «Возрождение религии не является чудом». Чудо обычно определяется как божественное вмешательство, при котором приостанавливается действие законов природы. И в этом смысле нет никакого чуда. Все законы поведения и мышления остаются в силе. Их действие в ходе Возрождения не приостанавливается и не отменяется. Возрождение не является чудом в соответствии с точным определением этого понятия. Чудо — это то, что находится над возможностями природы. Но в религии нет ничего, выходящего за пределы возможностей природы. Она состоит исключительно в правильном осуществлении возможностей природы. Именно в этом и ни в чем другом. Когда человечество становится истинно религиозным, оно не может прилагать усилия, кроме тех, что уже были дарованы ему изначально. Оно только проявляет ту силу, которая уже была у него, но направляет ее в другое русло, используя для Божьей славы. Два последних предложения крайне важны. Советую их подчеркнуть. Когда человечество становится истинно религиозным, оно не может прилагать усилия, какие-то сверхъестественные, кроме тех, что уже были дарованы ему изначально. Оно только проявляет ту силу, которая уже была у него, но направляет ее в другое русло, используя для Божьей славы. Кто-нибудь замечает в этих словах проблеск идеи, с которой в этом семестре мы уже сталкивались? Уислианская благодать? Ну, можно посмотреть и с этой стороны. Но я все же имел в виду нечто иное. Помните разграничение? Эдвардс. Да, предложенное Эдвардсом разграничение нравственных и естественных способностей. По его мнению, грехопадение не изменило наших естественных способностей, не перенастроило нашу природу, но повлияло на волю. А потому, согласно Эдвардсу, у нас, грешных людей, сохраняется естественная, но утрачивается нравственная способность. Как мы увидим, в точности мысли Финнея не повторяют, но некий ее проблеск здесь все-таки наблюдается. Обращение не дает мне никаких дополнительных способностей, кроме тех, что уже были дарованы мне изначально. Возрождение только проявляет ту силу, которая уже была, но направляет ее в другое русло, используя для Божьей славы. Давайте читать дальше. Номер три. Это одно, а последующее Возрождение — нечто совсем другое. Возрождение во времена апостолов были связаны с чудесами, но сами по себе чудесами не являлись. Я сказал, что Возрождение есть правильное использование установленных средств. Средства, предусмотренные Богом для подготовки Возрождения, естественным образом к нему приводят. В противном случае Бог их не установил бы. Однако средства как таковые, как мы знаем, без Божьего благословения Возрождение не вызывают, равно как без Божьего благословения не прорастет и посеянное семя. Урожай есть результат непосредственного Божьего действия. Возрождение тоже. Какие законы природы отвечают за наличие урожая? Никакие, кроме установленного образа Божьих действий. В Библии Божье слово сравнивается с семенем, проповедь — с сением семени, а результат — с прорастанием и ростом семени. Последний является философским как в одном, так и в другом случае, и таким же естественным образом связан с причиной. Хочу, чтобы эта мысль запечатлелась в ваших умах, ибо долгое время считалось, что проповедь религии есть нечто особенное, поэтому к ней неприменимы никакие принципы причины следствия. Короче, никакой связи между средствами и результатом нет. Средства не предрасположены к тому, чтобы этот результат получить. Ни одно учение не является столь опасным для процветания церкви и более абсурдным. Хорошо. Когда мы будем обсуждать богословие Финея, мы поговорим об этом подробнее, а пока попрошу кого-нибудь из вас резюмировать сказанное, что, по сути, говорит Финей. Какую мысль он отстаивает, утверждая, что возрождение не является чудом как таковым? Что он имеет в виду? Мне кажется, что он имеет в виду следующее. Бог, несомненно, участвует в процессе возрождения, но отчасти результат обеспечивают и люди тем, что прилагают усилия, планируют, словом, создают определенную среду, способствующую наступлению возрождения. Да, по его выражению, используют установленные средства. Существуют определенные закономерности, можно сказать, законы возрождения, соблюдение которых по Божьему обетованию обеспечит результат, принесет плод. И это будет не чудо, а скорее то, что описано в библейском примере. Мы знаем, что если посадить семя, а затем поливать его и обеспечить необходимое для роста освещение, семя непременно произрастет. Не человеческими усилиями, нет. Прорастание — это результат Божьего действия. Но Бог сказал, что если правильно применять установленные им средства, то результат с необходимостью будет достигнут. И в этом смысле он не чудо. Чудеса могут ему предшествовать, они могут за ним следовать, но само возрождение, строго говоря, чудом являться не будет. Давайте, прежде чем перейти к богословию Финнея, еще немного почитаем, чтобы получить более наглядное представление о том, что он пишет в своих лекциях. На страницах 125 и 126 он описывает некоторые характеристики подлинного возрождения. Что он у собой представляет? Давайте дадим Бренту отдохнуть. Спасибо, что прочитали для нас такой большой фрагмент. Внизу страница 125, под вторым абзацем, вторая часть. Кто будет читать? Пробуждение всегда включает осознание греха со стороны верующих. Отступники не могут пробудиться и встать на правильный путь служения Господу без предварительного исследования своего сердца. Источник греха должен быть уничтожен. В истинном пробуждении верующие всегда подвергаются обличению в грехе. Они часто видят свой грех в таком свете, что им кажется утраченной всякой надежды на возможность быть обратно принятым Богом. Не всегда это бывает в больших размерах, но всегда в истинном пробуждении является осознание греха и очень часто утрата надежды. Истинное пробуждение всегда приводит христиан к покаянию. Пробуждение — это нечто иное. Стоп! Пробуждение — это не что иное, как возврат к послушанию Богу. Так же, как и в случае с обращением грешника. Первый шаг — это глубокое покаяние, сокрушение сердца, раскаяние перед Богом в прахе и с глубоким смирением и оставление греха. Истинное пробуждение сопровождается также обновлением веры и любви у христиан, находясь в состоянии равнодушия и сна, верующие окончательно слеп, но сами не осознают опасного положения грешников. Их сердца тверды, как мрамор. Библейские истины кажутся просто грезами. Они признают их верными. Их совесть и разум с ними соглашаются, но вера не видит их со всей очевидностью во всей животрепещущей реальности вечности. Во время пробуждения они перестают видеть проходящих людей, как деревья, но видят вещи уже в другом свете, которые обновляют Божью любовь в их сердцах, которая заставляет прилагать все усилия, чтобы привести людей к Богу. Они печалятся о том, что люди не любят Бога, тогда как они сами так сильно любят Его. Они страстно убеждают ближних предать Богу свои сердца. Так обновляется их любовь к человеку. В них проявляется горячая любовь к душам, и они от всего сердца желают, чтобы спасен был весь мир. В своих молитвах о погибающих, друзьях, родственниках, врагах они доходят до агонии. Они будут не только убеждать их вручить свое сердце Богу, но понесут их к Нему на руках верой, и сильным плачем и слезами будут умолять Бога смиловаться над ними и спасти их души от вечного пламени. Когда вся церковь будет охвачена подобными переживаниями, тогда начнут пробуждаться и приходить к осознанию вины люди, утопающие в глубоком болоте греха. Спасибо, Джон. Прекрасное описание, не так ли? Так как же выглядит пробуждение по Финею? Как оно действует? Каковы его плоды, его результаты? Будет церковь. Не дает скатываться назад. Пробуждение — это не только обращение грешников, но и изменение преображения христиан, их обновление. Хорошо. Что еще вы для себя отметили? Приводит к обличению, покаянию, изменению и обновлению христиан. Смотрите, как это прекрасно описано в третьем пункте. Умножается наша любовь к Богу, к ближнему. Огромное желание, чтобы спасен был весь мир. Вот о таких плодах пробуждения говорит Финею. Ну а теперь еще немного о его новых методах. Я уже отмечала, что Финею пытался адаптировать методы, применяемые в приграничных районах к обширным городским территориям. Каким же образом? Разберем несколько методов. Во-первых, продолжительные, длительные городские собрания. Ежевечерние, на протяжении недели или больше. Во-вторых, задействование верующих городов посредством формирования передовых команд и групп для посещения жителей. Публичное освещение, размещение рекламы в газетах. Привлечение членов поместных общин к распространению информации о предстоящем собрании, о грядущем пробуждении. Итак, максимальное привлечение христиан города, членов поместных церквей в качестве передовых команд по подготовке «Почвы для пробуждения», информационная поддержка, рекламные материалы в газетах. На самих служениях Финней призывал молиться о людях поименно, делать так, чтобы Евангелие обращалось к человеку лично, а не звучало в общем. Пусть оно взывает не к толпе, а лично к Джоу, сидящему в первом ряду, или к Селли в последнем. Итак, поименная молитва. Финней также приветствовал публичные свидетельства и молитвы женщин. Под свидетельствами, насколько я понимаю, имеются в виду их рассказы о своем пути к Богу и своей жизни во Христе. Таким образом, в подобных пробуждениях женщины играли заметную роль в плане свидетельств и молитв. Больше всего споров вызывала, пожалуй, так называемая тревожная скамья. Тревожная скамья. Собравшихся приглашали выйти вперед и занять свои места на скамьях, где можно было помолиться и лично поговорить с душепопечителем или пастором, который бы подготовил сердце этого человека и призвал его или ее к вере во Христа. Финней обосновывал это так. Он говорил, вместо того, чтобы взывать просто к чувствам собравшихся, вместо того, чтобы провоцировать преждевременное, спонтанное, скорее, эмоциональное обращение, следует приглашать людей выйти сюда вперед для того, чтобы в ходе беседы они могли более осмысленно и спокойно обдумать слова Христа, пообщаться с пастором или душепопечителем, и уже после этого принять обдуманное, твердое решение последовать за Христом. Эта практика выхода вперед, вероятно, вам знакома. Что она вам напоминает? Билли Грэма. У кого он позаимствовал эту идею? У Финея. А продолжительное собрание, и это откуда? Евангелизационные кампании, которые могли длиться 3-4 недели в Сеуле или Берлине. Кому принадлежит эта идея? Финею. Использование музыки. Об этом я не сказал, но и это тоже. Я только что закончил читать магистрскую работу Дона Макчензи. Некоторые из вас его знают. Так вот, он исследовал тему использования гимнов во время пробуждения гимнов и песен, не только в приграничных регионах, но и на собраниях, организуемых Финеем в Нью-Йорке. В этот период времени появились новые сборники гимнов с новыми песнями, новыми мелодиями, иногда более низкого качества, более популярные, более простые, чтобы эти гимны могли петь обычные люди без музыкального образования. И так во время пробуждения звучала музыка, а также звучали свидетельства. Повторю, то же самое позднее использовали Муди и Билли Грэм. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok